Биткоин падал до 62 тысяч долларов прямо на серединную поддержку этого канала, который тянется с февраля 2024. Людей очень сильно напугало это падение, которое сопровождается огромным количеством плохих новостей. Но пока мы находимся внутри этого канала, паниковать не стоит. Мы можем упасть вплоть до 54 тысяч долларов, касаясь нижней границы этого канала, и это все равно не будет поводом для паники. Что касается плохих новостей, рынок очень часто достигает локального пика на хороших новостях и локального низа на плохих. Например, мы наблюдали рекордные притоки денег в спотовые биткоин ETF в июне, и тогда мы достигли локального пика рынка. Но перед этим, из-за опасений из ФРС США, инфляции и неснижения процентных ставок, плюс плохих потоков денег в спотовые ETF, мы наблюдали локальный минимум. После речи Трампа о поддержке биткоина и создании стратегического резерва в США при его правлении, мы наблюдали этот локальный максимум в июле. На фоне продаж MT-GOX и немецкого правительства, мы наблюдали локальный минимум вот здесь. Вывод однозначен, всегда противодействуй заголовкам. И сегодняшние новости тоже будоражат разуми инвесторов. Правительство США продает 10 тысяч биткоинов на сумму 650 миллионов долларов. И это после того, как Трамп пообещал сделать биткоины, которые принадлежат правительству США, стратегическим резервам этой страны. Индекс паники Goldman Sachs в США на последних торговых сессиях достиг одного из самых высоких уровней за два года. На диаграмме ты видишь его сравнение с ценой S&P 500, и мы видим, когда этот индекс паники достигает своих пиков, S&P 500 достигает своего дна. Как ни странно, да? Некоторые трейдеры уже шутят, что США могут распродать все 200 тысяч биткоинов до выборов, чтобы Трампу не достался его стратегический резерв. И, кстати говоря, в рамках этой инициативы уже предложен законопроект, который реализует программу покупки 1 миллиона биткоинов, или же примерно 5% от общего предложения биткоинов Соединенными Штатами Америки. Что может быть глупее, чем продажа правительством Германии 50 тысяч биткоинов за фиатные деньги? Администрация Байдена продает 200 тысяч биткоинов ради политической выгоды, чтобы потягаться с Трампом. Я рад, что они не понимают, что держат в своих руках. Давай разложим все по полочкам и попробуем найти какие-то сигналы, какие-то закономерности в этом информационном шуме вокруг нас, который заточен лишь на одно, чтобы запутать нас и сманипулировать нашими действиями. Ну а прежде чем мы начнем, не забудь передать за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайккоин. Передал? Отлично. Итак, во-первых, экономические проблемы опустили биткоин ниже 63 тысяч долларов. Индекс производственной активности упал намного ниже ожиданий. И на данный момент в недавней истории было только три точки, когда он был ниже. Лопнувший пузырь доткомов, глобальный финансовый кризис и пандемия коронавируса. Это означает, что на данный момент производство в США сокращается, и это беспокоит инвесторов. Индекс деловой активности и новых заказов также сокращается. В том числе растет и безработица. Кстати, видел новости о том, что продажи шоколадной компании Hershey's рухнули. Покупки в Starbucks тоже рухнули, причем не только в США. Люди больше не могут позволить себе шоколад и кофе за 15 долларов. Вопрос в том, не зашел ли Джером Паул слишком далеко. Несколько дней назад он уже сказал, что вопрос снижения процентных ставок в сентябре уже на столе. И решение зависит от того, какими будут обновленные данные про инфляцию, экономику, рынок труда и так далее. Несколько часов назад вышли данные о доходах компании Микростратегия, той самой, которая интенсивно инвестирует в биткоин, а ее генеральный директор Майкл Сейлор просто души не чает в главной криптовалюте. И данные о доходах оказались плохими. Выручка и прибыль на акцию оказались ниже прогнозов. Инвесторам это не понравилось. Кроме этого, они заподозрили, что Микростратегия может перекрывать убытки продажами своих биткоинов из резервов. Несколько дней назад в столице Ирана был убыт один из лидеров Хамаса. А перед этим Израиль пытался попасть по важной птице из Хезболы в столице Ливана. После этого Иран официально уведомил Организацию Объединенных Наций о своем намерении осуществить ответные действия в порядке самообороны против Израиля в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Опять же, никто не любит такие вещи. Никто не любит войну. И, видимо, рынок тоже забоялся этих новостей. Забоялся прямой войны Ирана и Соединенных Штатов Америки. Как ты видишь, все ожидают большой эскалации на Ближнем Востоке. Но есть кое-что, что тоже пугает рынки сейчас, и это яберный кризис. Нас, похоже, ожидает новая гонка яберных вооружений. Причем это касается практически всех игроков. США, Россию, Иран, Китай, Европу. Я даже не буду читать эти заголовки, потому что они мне не нравятся. Люди идут куда-то не туда. Но, тем не менее, это влияет на рынок, и нам приходится на это обращать внимание. Но вот в чем фокус. Биткоин любит кризис. Как правило, в кризис он очень хорошо себя чувствует. Он может немного упасть на краткосрочной дистанции, но затем мир понимает, что ему нужен спасательный плод. И таким является биткоин. Такова закономерность. И мы уже видим, как золото достигает 2500 долларов. Актив в тихой гавани растет на фоне неопределенности в экономике и в геополитике. И биткоин будет повторять за золотом. И еще одна новость, которая потрясла рынки. MTGOX переместили биткоины на сумму 3 миллиарда долларов. Они уже распределили 41,5% всех биткоинов, что у них был. У MTGOX на данный момент остается 32 899 биткоинов на сумму 2,1 миллиарда долларов. Именно такую сумму они еще готовы распределить между кредиторами. Но самое интересное, что по большей части кредиторы, получая эти монеты, которые они ожидали так много лет, предпочитают удерживать их, а не продавать. Но похоже, на рынок больше влияют не продажи правительством США, правительством Германии, MTGOX, а именно эти страшные заголовки. Вроде MTGOX передвигает биткоины, биткоины правительства США пришли в движение. Вот это очень сильно пугает рынки сейчас. И это заставляет биткоин краткосрочно проседать. Но давай разбавим эти события позитивом. Джим Крамер говорит, что август будет медвежим для биткоина. Эш Крипта отвечает, новый исторический пик для биткоина теперь подтвержден в августе. Шутка заключается в том, что обычно происходит обратное словам Джима Крамера. Далее Россия легализовала биткоин и криптовалюту для международных расчетов, чтобы избежать санкций. Это будет экспериментальная инфраструктура для криптоплатежей, в которой они будут использовать биткоин. И скорее всего они начнут вовлекать туда другие страны. Правильнее даже сказать, что другие страны сами будут туда вовлекаться. Те страны, которые захотят использовать параллельную тому же SWIFT-у систему. И такая страна уже появилась. Сальвадор предложил торговать в криптовалюте, использовать биткоин для торговых расчетов. Другие страны тоже могут начать торговать в биткоине в ближайшее время. Вместо юаня, рубля, доллара, гривны, чего угодно, мы будем использовать биткоин. Вот к какому миру мы идем. Очень хорошо для принятия биткоина. Еще одна хорошая новость. Bitcoin News сообщает, аттестация за второй квартал 2024 года показала, что тезер держит 4,7 миллиарда долларов в биткоине. А еще они объявили о новом рекордном за всю историю прямом и косвенном хранении средств в казначействе США. В нем они хранят 97,6 миллиарда долларов обеспечения тезера USDT. Это больше, чем в Германии, больше, чем в Арабских Эмиратах или в Австралии. Это очень много. Но я хочу обратить твое внимание на эту сумму. 4,7 миллиарда долларов. Знаешь, кто накопил столько же биткоинов? Мистер 100. Он накопил биткоинов на сумму 4,74 миллиарда долларов. Это почти идентично в сумме 4,73 миллиарда долларов от тезера. Такое совпадение уже вызывает спекуляции о том, что мистер 100 и есть тезер. И, кстати, мы видим, что после продолжительного накопления он несколько раз продавал биткоины, когда он стоил 69 тысяч долларов. Но затем начал выкупать биткоины обратно по цене в 63 тысячи долларов. Прямо сегодня, 1 августа. Кем бы ни был мистер 100, но он, а вместе с ним и другие биткоин-киты накопили более 84 тысяч биткоинов. Это более 5,3 миллиарда долларов в июле. Тогда, когда все боялись. И это является самым высоким значением с октября 2014 года. В этот же список входит и BlackRock, который покупает не только биткоины, но и эфириумы, несмотря ни на что. Биткоин упал на 10%, Grayscale продает эфириумы, а на Ближнем Востоке растет напряжение. Тем не менее, BlackRock все еще покупает. BlackRock покупает тогда, когда все остальные продают и плачут. Так, например, долгосрочные держатели биткоина, которые продавали свои монеты, когда биткоин впервые достиг 70 тысяч долларов. Посмотри, вот биткоин вырос до 70 тысяч долларов. Что делали долгосрочные держатели? Они продавали свои монеты. Но что они делают сейчас? Они начинают снова накапливать их и особенно активно на последней просадке. Они продолжают последовательно накапливать монеты в течение двух последних месяцев. Кроме того, рынок облигаций никогда не лжет. Это статистика сухих фактов. Трейдеры облигациями уже вкладывают в цену 3 снижения ставки ФРС США в этом году. Десятилетние облигации уже упали ниже 4% до 3,8%. Почему это важно и почему на это следует обращать свое внимание? Люди говорят, какое нам дело до этих процентных ставок ФРС США и так далее. Если за то, что ты держишь фиатные деньги, обычные доллары, ты получаешь все меньше процентов, меньше 4% на данный момент, и это без учета инфляции, то люди начинают смотреть в сторону рисковых активов, таких как биткоин, например. Поэтому, когда ставки на рынке облигаций устойчиво падают, все больше и больше денег начинает искать пути в другие активы. Вот почему мне это нравится. Вот почему я слежу за этим. И это уже начинается в других странах. Банк Англии только что снизил ставку на 25 базисных пунктов впервые с 2020 года. И в 2020 году, кстати, практически все центральные банки это делали, а также рекордно печатали деньги. Именно поэтому тогда биткоин так взлетел. Осталось дождаться, когда за Великобританией последуют Соединенные Штаты Америки. Кстати, на данный момент рынок дает уже 30% шанс на то, что ФРС США понизит ставку уже 18 сентября. При этом еще вчера, когда я смотрел эту статистику в последний раз, здесь было 17%. Кстати, если ты из Великобритании, напиши об этом в комментариях. Интересно, как много людей из Великобритании смотрят мои видео. Итак, за последние 19 месяцев, 14 месяцев биткоин рос. С января 2023 года он вырос практически на 300%. И пока что август только начался. Так что возникает вопрос, а что же произойдет в августе? Каким он будет, красным или зеленым? Мы знаем, что август и сентябрь исторически два худших месяца для биткоина. И это видно в этой табличке. Например, август исторически в среднем закрывался на минус 0,1%. Сентябрь при этом закрывался на минус 4,3%. Но зато октябрь и ноябрь исторически были одними из самых растущих месяцев для биткоина. 28% и 38% соответственно. Но это еще не все. Этот график немного сбивает с толку своим цветовым решением. Но красным здесь обозначен позитивный месяц, который мы привыкли видеть зеленым. А голубым указан негативный месяц, который мы привыкли видеть красным. Так или иначе, в этом году было только два негативных месяца. Апрель и июнь. А это означает, что у нас полностью бычий год. И что же насчет поддержки бычьего рынка? Мы видим одну очень мощную поддержку для биткоина сейчас. На прошлом бычьем рынке, как ты видишь, она была сопротивлением. Мы трижды пытались его пробить. И не успех этого пробития привел нас к большому и затяжному медвежьему рынку. В этом же цикле мы не только пробили эту линию сопротивления, но и дважды протестировали ее и отскочили от нее, превратив в поддержку. Если август сохранит ее в качестве поддержки, и особенно важно, чтобы сентябрь сохранил ее в качестве поддержки, потому что сентябрь, как мы только что говорили, исторически самый невыгодный месяц для биткоина, то тогда октябрь и ноябрь будут невероятно взрывными для биткоина. На данный момент эта поддержка находится на уровне 55 тысяч долларов. И Хенрик Зиберг из SwissBlock согласен с этой поддержкой. Он провел классный анализ и пришел к выводу, что биткоин может достичь нового исторического пика после того, как выйдет из этого коридора. И на этом фоне меня поражает, что краткосрочные инвесторы продают свои монеты. Ведь это означает, что краткосрочные инвесторы, которые в настоящее время продали биткоины за доллар, за тезер, начнут покупать снова, но будут покупать тогда, когда увидят рост цены биткоина. Когда биткоин достигнет нового исторического пика, фома, чувство упущенной выгоды, вернет их на рынок и их побреют еще раз. И напоследок, немножко мотивации. 12 месяцев назад биткоин стоил менее 30 тысяч долларов. Что тогда бы, что было 12 месяцев назад? Одобрение спотовых биткоин и эфириум ETF-ов все еще оставалось недостижимой мечтой. Президентская компания в поддержку биткоина казалась маргинальной идеей. Идея о создании стратегического биткоин-резерва в Соединенных Штатах была просто немыслимой и фантастической. Об этом вообще никто не думал. Инвесторы Уолл-стрит, рассматривающие инвестиционную пользу биткоина в качестве средства сбережения и страховки от инфляции и геополитической напряженности, еще не существовали. 12 месяцев назад регулятивные правила сделали для корпораций практически невозможным держать биткоин на балансе. Но сегодня они изменились так, что корпорации уже могут покупать и держать биткоин. Ноль государственных пенсионных фондов США тогда купили биткоины. Сегодня у нас таких уже два. Два пенсионных фонда США покупает биткоин на свой баланс. Ноль городов США купили биткоины для своих пенсионных фондов тогда, год назад. Но сейчас у нас уже есть один город. Это Нью-Джерси. Целый город покупает биткоин на свой баланс. Ну и как здесь можно продавать свои монеты и избавляться от биткоина, который в будущем будет таким ценным ресурсом? Меня зовут Богатейши Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok